Девушки отдыхают Впервые кот в сапогах появился в мультфильме Шрек 2 2004 года. Здесь он оказывается киллером, которого нанимает король, чтобы разобраться с великаном. Кот берет заказ на убийство, однако, встретив огра в лесу, проваливает задание. Шрек обезоруживает кота, но оставляет его в живых. Знак благодарности несостоявшийся киллер с помощью своей гипермилости уговаривает Шрека и осла позволить сопровождать их. В этом же году кот появляется в короткометражке «Кумир 39 Королевства». Это пародия на популярное ТВ-шоу «Американский идол». В конкурсе на лучшего исполнителя 39 Королевства принимают участие различные сказочные персонажи и, конечно же, главные герои – Шрек, Фиона, Осел и Кот сапога, который, помимо песни, исполнил и шикарный танец со своими сапожками. В 2007 году выходит мультфильм «Шрек 3», в котором после смерти короля Гарольда-легушки Шрек отказывается взойти на престол и поэтому отправляется на поиски племянника Гарольда Артура Арти Пендрагона. В этом ему помогают верные друзья Осел и Кот сапога. Все вместе они привозят Арти в царство. В этом же году Кот вместе со Шреком и друзьями появляется в короткометражке «Шрек Мороз. Зелёный нос». Главный герой решает устроить в своей семье настоящее Рождество. Для этого он использует книгу «Рождество для тупых деревенщин» и после её прочтения украшает свой дом до неузнаваемости. Однако перед самым праздником нагрянули все его друзья. В 2010 году выходит следующий мультфильм про зелёного огра «Шрек навсегда». Здесь главный герой оказывается в альтернативной реальности, где у него нет ни жены, ни детей, ни друзей. А Фиона является предводительницей племени огров, объявленных вне закона, у которой и живёт наш Кот в сапогах. В этом мире он расстал с тела, обленился и до встречи со Шреком был вполне доволен ролью домашнего любимчика. Я, может, малости подрастерял форму, отойдя от дел, но не жалею, что повесил шпагу на гвоздь, потом поймаю. Ой, Кот, что же я сделал с тобой? Ты стал пушистиком. В этом же году Кот появляется в короткометражке «Шрек-страшилки», созданной к Хэллоуину. Друзья Шрека пытаются напугать его, но у них это не получается. После чего Шрек с друзьями решили устроить конкурс на самую страшную хэллоуинскую историю, одна из которых была сплошным соперничеством осла и кота, где они, зная самые большие страхи друг друга, воплощают их в рассказ, перебивают и не дают рассказать историю друг друга, при этом говоря постоянно своей версией, по их словам, реальной истории. Далее Кот в сапогах появляется в короткометражке «Рождественский Шрек. Та колесла», где болтливый друг Шрека решает устроить турниры музыкальной композиции. Каждый участник должен был завести и развеселить всю публику. Кот, как обычно, спел и спрессал. В 2011 году Кот в сапогах был замечен в короткометражке «Шрек. Триллер». В очередной страшилке Шрек и его друзья сталкиваются с целой компанией мертвецов с кладбища, в числе которых персонажей из всех четырех полнометражных мультфильмов о Шреке. Огр не успевает одуматься, как и Фиона, осел и кот тоже становятся зомби, после чего все они дружно начинают танцевать. В этом же году был представлен сольник Кота в сапогах, который является спин-оффом серии мультфильмов «Шрек» и приквелом истории начатой в фильме «Шрек 2». Здесь рассказывается история Кота в сапогах до его знакомства со Шреком, которая, оказывается, началась с приюта, где он познакомился и сдружился с Шалтаем Болтаем и даже успел спасти его от внука Синей Бороды и его сторонников. Спустя много лет судьба снова сводит друзей вместе. Мультфильм В 2012 году был представлен мультфильм «Кот в сапогах. Три чертенка», события которого происходят спустя несколько дней после приключения с золотой гусыней из полнометражного мультфильма. Кот отправляется на поиски рубина, украденного из короны принцессы, а в помощь ему были даны три маленьких и с виду безобидных котенка, два мальчика и девочка, про которых говорят, что они настоящие черти. В 2015 году рыжий герой получает свой собственный сериал «Приключения кота в сапогах». Его сюжет вращается вокруг кота, который старается защитить прежде скрытый город Сан-Лоренцо от бесконечного легиона захватчиков. Действия кота в сапогах случайно разрушают заклятие, которое защищало легендарное мистическое сокровище города от внешнего мира. Поэтому он также должен найти способ восстановить защитные чары, которые вновь скроют город. В 2016 году выходит короткометражный сериал «Эпические кошачьи сражения с котом в сапогах», в котором наш милый герой рассказывает о своих многочисленных сражениях, а соответственно и победах, ведь он никогда не сдается и не проигрывает. В 2017 году был представлен короткометражный мультфильм «Кот в сапогах в плену у сказки». На этот раз бесстрашный герой попал в волшебную книгу, которую управляет подлой сказочникой. Ну и заканчивает выпуск последний на сегодня появление рыжего героя в полнометражном мультфильме «Кот в сапогах 2. Последнее желание», который вышел на экраны в ноябре 2022 года. Здесь кот узнает, что у него есть только одна жизнь после того, как он потратил все восемь предыдущих. А проиграв дуэль и отдав свою шпагу волку с черным капюшоном, которым оказалась сама смерть, кот решает уйти на пенсию. Однако узнав, что есть возможность вернуть все свои жизни, усатый и теперь бородатый герой возвращается. «Музыка» 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 «Музыка»